Этого события поклонники отечественной музыки ждали весь год. В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения 26-й народной музыкальной премии «Золотой граммофон». На сцене выступили артисты, за которых голосовали слушатели русского радио по всей стране и, конечно, аудитория русского радио в Твери, которая входит в медиагруппу «Тверской проспект» на частоте 106 FM. Наша съемочная группа подготовила эксклюзивный репортаж, с места событий записала интервью звезд. «Золотой граммофон» – самая авторитетная и долгожданная музыкальная премия России. Церемония проводится с 1996 года. Обладателями этой награды ежегодно становятся самые яркие, выдающиеся и любимые миллионами служителей и исполнителей. В этот вечер публика не только подпевала любимым музыкантам, но и обсуждала их эффектные образы. А за кулисами церемонии было не менее жарко. Музыканты и просто гости «Золотого граммофона» не только поделились своими впечатлениями о церемонии, но и горячо поздравили наш город с наступающим праздником. «Тверь, привет огромный! Конечно же, хочу поздравить вас, используя эту возможность с наступающим или уже с наступившим, да и просто с Новым годом. Пожелать вам исполнения всех ваших мечт, пожелать вам того, чтобы каждый день был яркий, наполнен солнцем и, конечно же, взаимной любви, искренней, счастливой». В церемонии приняли участие группа «Земляне» Григорий Лепс, Николай Басков, Слава, Дима Билан, Диана Арбенина и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. А ведущими этого вечера были Иван Ургант и Гарик Мартиросян. А певец Амин Агаларов в третий раз стал обладателем национально-российской музыкальной премии «Золотой граммофон». На этот раз песни «Отпусти и лети». «Хочу пожелать вам самого жаркого Нового года, чтобы все плохое осталось в этом году, а все хорошее случилось с вами в следующем. Здоровья, счастья, любви, воплощение всех ваших желаний, чтобы у вас все было хорошо». Певица Жанна Семенович пришла на церемонию вместе со своей давней подругой Анастасией Гребенкиной, бывшей фигуристкой. Дорогой город Тверь, прекрасный, красивый. Я желаю всем вам большого счастья, вкусного новогоднего стола. Главное, чтобы все ваши мечты сбывались. Ничего не бойтесь. Знаете, что все у нас будет хорошо. Люблю вас. Церемония прошла в формате ковид-фри. Условия для этого соблюдали строго. При входе зрителей участники мероприятия должны были предоставить сертификаты о вакцинации или же результаты ПЦР-тестов. Организаторы «Золотого граммофона» показали, что несмотря на ограничения в настоящее время, провести зрелищный и яркий концерт не так уж и сложно. А насладиться предыдущими не менее прекрасными церемониями вы сможете в самом начале Нового года на телеканале Тверской проспект, Регион.